Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе утро, Бутертов, Гудмонин, значит, Бойна, Бонжорно, вот так вот. Так, что-то никого нету. Кто первый приходит в Бэтмидраж? Десять утра. Кто первый заходит? Давайте, кто первый? Так, а может, вот так? Нет, вот так лучше. Все. Наташа Блау, Лиля Бирман, Шалом, персональный. Так, Алекс Поделка, Натали Ратнер, Дмитрий Брайловский, Эйтан Леви Бердер. Шалом, шалом. Все, начинаем. Значит, Яков Шатадин, все. Израильский, центральный, центральный офис Ваикры, центральный, так сказать, из Циона выходит Тойра. Вот Яков Шатадин, он в Ционе у нас. Сионист. Влад Косов, доброе утро, редактор. Хорошо, друзья, все, мы начинаем сегодняшний урок. Сегодня у нас уже 170-й урок и 21-й отрывок говорит нам следующее. Значит, до этого сказал царь Соломон, что я тебе три раза писал, говорит, три раза тебе писал с советами и знанием, чтобы ты познал уже Тору, чтобы ты понял, как все работает. Он говорит, я тебе три раза писал. И что? Дальше он объясняет, зачем. Зачем он три раза писал в 21-м отрывке? Я тебе писал для того, чтобы сообщить тебе истинную правду, истинную истину. Самую истинную истину, потому что Кошт и Эмет это и то истина, и то истина. Только есть истина, которая однозначная такая, да, вот истина, что ну вот просто однозначнейшая истина. А есть истина, которая субъективная истина, да, то есть она истина, но она не такая однозначная для всех, как Кешт. Кэшт, я даже такое слово никогда не употреблял. В современном языке такое слово мало употребляется или никогда не употребляется. Потому что объективной такой истины ее-то и нет. Каждый человек видит субъективную какую-то свою истину, каждый живет своей историей, каждый описывает реальность с каких-то своих граней. И каждый считает свою реальность истинным. Но царь Саламон говорит, что я пришел тебе сообщить истинную истину, то есть объективную реальность, объективную реальность и чтобы ты возвращал истинные слова тому, кто их послал. Что это значит? Вот Марина Мизинец, шаломчик ей тоже. Вот я ей вернул ее же словами. Она шаломчик, я шаломчик. Виктор Кришков Ботертов и я ему Ботертов. Теперь, когда человек изучает Тору, то у него начинается идти коммуникация с Богом. Чем больше он изучает Тору, тем больше у него коммуникации с Богом двухсторонней. То есть он в молитве, он молится, он с Богом разговаривает. Он реальность, которую создает Бог, если он уже начинает знать, что это создает Бог, то он эту реальность тоже начинает совершенно как бы по-другому обдуманно воспринимать. При этом он знает, что любые слова, которые произнесены, тот, кто умножает в словах, написано, приводит грех. То есть любые слова, они искажают реальность. Никакие слова не могут передать красоту рассвета, никакие слова не могут передать вкус воды. Какая вода на вкус? И как только я начинаю описывать, какая вода на вкус, то это уже не вода. Это могут быть, это слова. Вода – это слово, а вода – это реальность. Вода и вода, то есть мое слово и реальность – это разные вещи. Понятно, да? Теперь, значит, понятно. То есть Тору мы учим для того, чтобы выходить из мира лжи, из мира иллюзий в мир правды. Из мира иллюзий выходить в мир правды. Теперь, и тут нам дальше переходит он с темы, то есть царь Самон все время работает как бы в трех плоскостях, с моей точки зрения. Я сказал в трех, хотя даже сейчас пока не думал, что. Первая плоскость точно, он рассказывает, как работает мышление. Как работает мышление, как работает речь, как работает психология человека, как вот устроен человек. Второе, он рассказывает, как работает мир, как устроен мир, какие законы действуют в этом мире. Именно законы, которые установил Бог, законы взаимоотношений между людьми, как люди поступают, как все происходит. Третье – это что делать. Он дает конкретные указания, что делать для того, чтобы получать максимальные результаты. Понятно? Вот три вещи в притчах он нам дает. Как устроен человек, как устроен мир и как в этом мире действовать. Теперь в 21-м он сказал, значит, как устроен человек, да, что правды нету, люди ищут правды. Правды нету, каждый живет в своей истории, в своем описании мира. А 22-й отрывок, он говорит очень интересный момент, 22-й, 23-й. Как вести себя в этом мире? Прямо вещь, которая очень часто встречается. Написано так, 22-й отрывок. Он говорит, не грабь бедного, потому что бедный он. И не притесняй бедного тоже, еще один вид бедного, в воротах. Непонятно, кому придет вообще в голову грабить нищего, притеснять бедного. Но, тем не менее, значит, придет. То есть, люди так устроены, да, то есть, это такая внутренняя структура человека, что он вот в этой вот иерархии людей, он автоматически, он кому-то подчиняется, у него есть перед какими-то людьми, он так прибивается, да, чуть-чуть. А перед какими-то людьми он зато уже полностью, как бы такой, да, он выше их. И чем он сильнее принижается перед тем-то, тем он сильнее возвышается перед тем-то. Понятно, да, то есть, это такая вложенная структура в человеческую, если можно так назвать. Ведь человеческая структура состоит из инстинктов, из эмоциональной части, как называется, мозг млекопитающего. И мы, в принципе, очень как по структуре социальных связей похожи на каких-то там обезьяны, приматы есть, да, шимпанзе. Они стаями живут, воюют друг между другом, и люди все время воюют друг между другом. Они, обезьяны, там борются, у них какие-то есть борьба там за самок, да, каких-то они... И у людей тоже самое есть какая-то борьба. В общем, у человека есть вот эта вот часть внутри, которая идет от мозга млекопитающего, эмоциональная часть. И он кого-то боится, а кого-то притесняет. Но нам царь Соломон говорит интересную вещь. Нельзя так делать, конкретно нельзя так делать. Не именно надо быть очень осторожными к вот этим вот обездоленным и бедным. Почему? 23-й отрывок он объясняет. Ти ашем я рив ривам. Потому что Бог будет... Рив это ссора, да, то есть он будет как бы ссориться за них, то есть он заступится за них, Бог. Бог заступится за них. Выковает кове им нофеш. И отберет душу у обобравших их. Вообще непонятно, почему. Кто-то его там ограбил, бедного, да, забрал у него его там какие-то деньги, недоплатил ему и так далее. Или там обидел нищего, да, то есть ему сказал пару плохих слов. А Бог у него заберет душу, то есть здоровье заберет. Почему? Все очень честно. В этом мире все идет мера за меру, да. Мера за меру. Многие удивляются. Вот как так в Торе написано, что Бог сказал судить глаз за глаз, зуб за зуб, там рука за руку, нога за ногу, да. И значит, глаз за глаз. Что за вообще такая несправедливость? Вернее, жестокость, жестокость, да. Никакой жестокости нет. Причем, когда мы изучаем устную Тору, понятно, что имеется в виду. Конечно, имеется в виду не напрямую. Если кто-то выбил другому глаз, ему тоже выбить глаз. Нужно оценить глаз за глаз, потому что, смотрите, одно дело, когда выбили глаз двухглазому, то есть у него было два глаза, остался один глаз, он еще видит, да. Другое дело, когда выбили глаз одноглазому, он полностью перестал видеть. Это же не честно. То есть как так? У него вообще ничего не осталось, ни одного глаза. Понятно, да? То есть нельзя судить напрямую глаз за глаз. А как надо сделать? Если, например, одноглазый выбил двухглазым один глаз, что делать с ним? Говорят так, что все надо оценить. Все в этом мире имеет свою какую-то ценность. Причем эта ценность для нас, она относительная. То есть человек для нас будет там, кто-то скажет, для меня это супер важно, одна вещь, другой, другая вещь. А Бог-то на небе, он все знает. Он же все четко судит. Теперь у бедного, которого ограбили, у него вот эта вот, его последняя копейка, это как жизнь его. У него нету ничего больше. Для него это такая трагедия, что все, он может умереть от этого. Теперь богатый, богатый, у которого много, и который этого бедного ограбил, если у него забрать эту копейку или забрать у него даже деньги, он не почувствует. Он вообще не почувствует. То есть, поэтому и говорится, что нищие, бедные, они уже настолько находятся в чувствительном положении, что любое на них вот это вот действие, бог за них вступается. То есть, что значит бог вступается? За них вступается вот эта вот системная реальность, которую бог установил. И бог, он говорит, смотри, мера за меру. Ты у него забрал последнее, а что я могу у тебя последнее забрать? Последнее у человека, что можно забрать, это жизнь. И поэтому здесь написано, ибо бог вступится за них, да, и отберет душу у вобравших их. То есть, соответственно, деньгам и обиде у того, кто уже находится на самом дне, является... Ну, то есть, это очень такое страшное преступление. Поэтому очень-очень важно следить во взаимоотношениях, особенно с людьми, которые находятся на грани какой-то там несчастья и так далее. И, значит, нужно быть очень осторожными. Потому что было, как мы учили уже в этой 22 главе, вот чуть выше, что богатый с бедным встречается, делает всех бог. И иногда они встречаются и меняются местами. И бывает, что человек был богатый, а потом, бах, ничего у него не осталось. И в Талмуде много приводится от этих случаев, когда там самые богатые люди, потом они ходили, искали кусок хлеба на земле и ничего не могли сделать. И вот сейчас я нахожусь в Риме, и римская история доказывает, что люди, которые поднялись из самых низов, из самых низов, значит, они могли подняться на самый верх. То есть жизнь, она такая, как колесо. И человек вот в этом материальном воплощении своем, он поднимается, опускается, это все ведет, как колесо. Значит, вот три отрывка мы сегодня прошли быстренько. Я вам хочу рассказать сейчас немного, вот у нас осталось времени. Хочу рассказать, я вот сейчас в Риме понял одну очень тоже важную вещь о взаимоотношениях Исава и Яакова. То есть Яаков это про основателя вирейского народа, который стал Исраэлем. И Яаков, он же равно Исраэль, да? То есть он получил от Бога имя Исраэль. А Исраэль это, как я, само это слово, эти мелодия. Яшар. Исраэль это Яшар-ле-эль. То есть это прямо к Богу, да? И вот, значит, Яаков, он получил это имя от Бога. Но он его потом получил. Вначале, когда у него был родной брат Исав, они вдвоем родились у одной матери. У них был папа Ицхак и Ривка. И они в животе, они были не близнецы, двойняшки это называются, потому что они внешне были не похожи. Они вместе родились. Но уже с рождения у Исава было намерение властвовать над этим миром. То есть Исав, он был очень мощный такой, именно он родился сделанный, да, Исав. И он, значит, начал этим миром, там, он все время уходил в поле, охота, там. Его интересовал только этот мир. А Яакова интересовала духовность, его интересовало служение Богу. Его прямо Тора называет, что он был Иш-Юшеф-Оалим. Он сидел в шатрах, то есть он сидел все время в Бет-Медраше, и учил Тору, медитировал, узнавал у папы своего Ицхака, как можно еще ближе с Богом соединиться, как еще ближе с Богом соединиться. И, в общем, он занимался вот этой вот духовной работой. А духовной работой в то время должен был заниматься первый сын. В каждой семье первенец занимался духовной работой. И Исав должен был помогать отцу, приносить там жертвоприношения, молиться. И Яаков к нему приходит и говорит, слушай, продай мне, пожалуйста, свое первородство, вот это свое право служить Богу, право, обязанность. Значит, Исав говорит, забирай, забирай, зачем мне это, я все равно иду умирать. Он говорит, я, именно как я, я не хочу дальше жить. Меня вот эта вот вся духовная жизнь без материальности, она не интересует. Хочу, значит, я иду умирать все равно, и, значит, бери себе это первородство, мне оно ничего не надо. Значит, то есть служи Богу. Яаков у него это купил и сидит дальше уже по праву, по праву, служит Богу. Все, он первый сын, он как первосвященник. Все отлично. А Исав продолжает, продолжает, значит, осваивать этот мир. И вот он там становится грабителем, убил царя Немрода, забрал у него одежду, которая еще была от первого человека, там была тайная одежда. То есть он знает все тайны, как властвовать, хочет захватить этот мир, Исав. А Яаков, он только служит Богу, такой вообще. И, значит, потом Ицхак, а у Ицхака было благословение, то есть вот Авраам, Ицхак и Яаков, это было три человека, которые впервые за историю ту мира, они настолько соединились с Богом, что Бог в этом мире начал действовать через них. То есть Бог в этом мире, он действует, он как бы суть этого мира, сущность этого мира, он установил законы, но есть люди, которые соединены с Богом плотно, а есть люди, которые очень далеки от Бога. То есть вы сами это знаете, и бывает, что каждый человек, у него бывают моменты, когда он прямо там молится, или вот он чувствует, что он прям соединен с Богом, вот у него духовность такая, да, он в духовной своей ипостаси, да, назовем это так. А бывает, что тот же самый человек, он в такой находится, такой яме-яме, и он не в духовном состоянии, а просто вообще, ну такое прям животное, чисто в животном своем состоянии. Особенно это бывает в гневе, видно. В гневе, в пьянстве, в... вот. И значит, Авраам, Ицхак, они были с Богом, прямо соединены с Богом. И вот Ицхак передает, пришло ему время уходить из этого мира, и он хотел передать благословение своим сыновьям. И он подумал, что я отдам материальное благословение тому, кому это интересно. Власть и богатство я отдам Исаву. Потому что это его интересует, и он сможет за это постоять. Он сможет себя защитить, он воин, такое все. И Аяков, отлично, он служит Богу, отлично, что ему еще надо, да? То есть, как буддисты и монахи, они один раз в день кушают, до 12 дня они должны успеть покушать. И потом целый день они медитируют. То есть, они, представьте, один раз в день поел, причем всю еду они должны собирать, что им люди дают подаяние. Они не могут иметь ни имущества, ничего. И дальше они целый день медитируют. Но кто будет этим людям завидовать? Никто не будет им завидовать. И вот Яков, он, конечно, был не такой, но он служил Богу. И он, значит, Ицхак подумал, разделю между ними. Этому отдам материальный мир, богатство и силу, а этому отдам духовность, пускай будет священником. Теперь что? Значит, а мама Ривка, она подумала, что если он духовный, если он ближе к Богу, так пускай у него будет и материальность, и богатство. Потому что если материальность и богатство попадают в плохие руки, то человек, ну то есть вы знаете, как идет мировая история, войны, убийства, сколько бы ни было у человека, ему надо больше. Как царь Сламонас учил, что когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет у него в руке. И она подумала, что лучше пускай будет и богатство, и власть у человека, который близок к Богу, то есть у Якова. И она, значит, сказала Якову, чтобы он переоделся в Исава и пришел и получил это благословение у отца и на материальность, и на власть. И Яков не хотел этого делать. Если вы почитаете в Торе, то он отказывался, он говорит, не хочу, зачем мне это надо. Но мама сказала, давай, сыночек, надо делать. А он был, что значит человек, который, вот он с Богом постоянно, он чувствовал, что это идет от Бога. Зачем это Богу надо, это другой вопрос, непонятно. Но Бог, это все было от Бога. И он переоделся в Исава и получил материальное благословение и благословение на власть. Теперь и выходит, он тут возвращается Исав. И говорит, папа, говорит, где мое благословение? Он говорит, так кто-то уже зашел до тебя, и тот, кого я благословил, пусть благословлен будет. Но уже все, я дал это благословение. Самый такой момент в Торе, Исав заплакал, поднял голос, начал плакать. Что же такое вообще происходит? Два раза он меня обманул, два раза он меня обошел. Первый раз он меня обошел, когда сказал, что ему только нужна духовность и купил первородство, стал священником. А второй раз он забрал материальное тоже и власть, и деньги, и власть. Что это такое? И Исав к отцу говорит, дай мне благословение, дай мне благословение. И сказал ему Ицхак, своим мечом будешь жить, сказал ему. То есть ты мечом своим все себе заработаешь, все себе получишь. И если твой брат будет плохо служить Богу, значит будет к тебе сила переходить. А если он будет хорошо служить Богу, то ничего не поделаешь, потому что благословение уже дано. То есть уже как бы реальность, новая реальность состоялась. И все получается. И разошлись их пути. Что интересно дальше? Вот это вот очень, я на этом хочу сегодня сделать, вот осталась минута всего нам, акцент. Яков, Исав хотел убить Якова. То есть он сказал так, значит, если мечом буду жить, так я его просто убью и все. И он хотел его убить, но он очень любил родителей. Вот тоже. У самого плохого человека, у него может быть очень много хороших граней. То есть одна, две, может десять. Исав, он был, очень любил родителей. Мы прямо от него учим почитание родителей. Он даже когда приходил убирать, он к ним одевал свою самую лучшую одежду. То есть он был, уважение к родителям прямо было фантастическое. Фантастическое. И он, значит, интересно, что Якову было уже, там, по-моему, за сорок лет, когда он ушел. А Исав к этому времени уже он женился. У него было уже две жены. Две жены у него уже было. Хотя они были близнецы. Ну, двойняшки. Но Исав уже успел две жены себе взять. Обе из этого района, из Кнаана. А Яков, его родители послали жениться на девушке из их семьи. То есть откуда они были родом, в Междуречье. И они его послали, говорят, все, жени себе, выбери жену из семьи мамы. И он говорит, все, родители сказали, он пошел. А Исав послал своего сына, чтобы его убить. И вот догоняет, догоняет, значит, сына Исава или Фас, догоняет Якова. И говорит, папа сказал тебя убить. А Яков, вот что значит мудрость Торы, да? То есть чем отличается Яков? Он же сидел в шатрах, вот то, что мы сейчас учим Тору. То есть Тора дает нам полностью понимание, как работает мир. И как раз вот я почему эту историю рассказал? Потому что мы изучили, что нельзя притеснять бедного, потому что Бог заберет у тебя душу твою. То есть если богатый притесняет бедного, то равноценным является убить богатого. Ну, то есть душа. И вот, значит, Яков, видно, он знал эту мудрость, да? Которая в структуре мира. И он говорит Элефазу. Смотри, говорит, понятно, что папа тебе сказал меня убить. И ты должен выполнить то, что папа сказал. Но, говорит, ты знаешь же, что бедный, как мертвый. То есть если у человека нет ничего, то он считает, что он как и умер. И вот, значит, и он отдал, отдал полностью все. Он остался голый. У него осталась одна только палка. И он остался голый и говорит, забирай, забирай у меня все. Иди к отцу, отнеси ему всю мою одежду, все имущество. Скажи, что все, убил. Нету его, у него ничего. Ну, то есть и ты его не обманешь. И меня не убьешь. А они были все-таки Яков. Он был добрый. Он когда этого Элефаза маленького, он ему делал много добра, учил его чему-то. И Элефаз как бы к нему хорошо относился. В общем, Элефаз ушел, а Яков остался голый, без ничего. И каким-то образом, я не знаю, как дальше развивалась история, но он вышел из реки, перешел эту реку. Как-то он нашел себе одежду, что-то он как-то собрался. И вот он такой пришел за женой, семь лет за нее работал. Ему дали не ту жену. Потом он еще семь лет работал за вторую жену. И прошло 22 года, и он вернулся с детьми, с женами, со стадами. Он вернулся в этот самый. Вернулся он куда? К своим родителям. Что было дальше, почитайте в Торе. Яков Шатадин может рассказать, что было дальше. Вообще, Итан тоже знает, что было дальше. Но интересно, их вот это вот противостояние между подход к жизни, между Яков, Исраэль, народ Израиля, и потомки Исава. Это европейские народы, которые потом мечом, и, ну, то есть, они постоянно жили мечом. Действительно, войны не прекращались. На всей истории Европы войны были просто... Не было ни дня, ни одного дня не было без войн. И Исав, и его потомки, я сейчас нахожусь в Италии. Интересно, Италия объединилась только там в 1800, каком-то 70-м, 1880 году. До этого Италия состояла из маленьких королевств, которые воевали друг с другом без остановки. Германия. Пока ее Бисмарк объединил, тоже это было конец 19 века. Значит, конец 19 века. И до этого Германия, там было сотни маленьких городов-княжеств, которые воевали друг с другом без остановки. А что делал все это время Яков? Яков в это время ходил между ними, стараясь каким-то образом выжить. И все это время он выживал. И у него все время забирали все. То есть, изгнание из Испании, бах, все забрали. И опять выходит Яков с одной палкой, как тогда он ушел от Исава. То есть, какой здесь выход, непонятно. Уже мы в конце вот этой вот общей истории. Но как бы интересно, как все это устроено. И могу сказать, что я сейчас нахожусь в Риме, и это как раз город Исава. То есть, потом те Исава основали этот город. Вот здесь все построено на войне. То есть, Рим это город грабителей, которые ограбили в свое время весь мир. Они захватили весь мир. Они вырезали миллион в свое время галлов, это которые французы, англичане. И они забрали все. Вот весь тогда цивилизованный мир, он был захвачен римлянами и ограблен ими. И поставлен прямо ими на колени. Все им платили дань. И они, значит, всю эту дань забирали сюда, в Рим. Забирали себе гладя. А развлекались они так, представьте. Вот этот колизей. И они забирали гладя, выживших которых, побежденных. И говорили, а сейчас вы будете друг друга убивать, а мы будем смотреть на это, развлекаться. Вообще, зверь. Это потом те Исава. Все, друзья. Удачи, успехов, хорошего дня. Учим Тору. И когда мы вот так вот будем вникать, как все устроено, самое главное, все это поворачивает на служение Богу. То есть, благодарить Бога, прославлять Бога, служить Богу, делать заповеди, помогать людям на Торе, на Добрых делах и на молитве стоит мир. Ради этого мир был создан. Все. Удачи, успехов. Напишите свои три вывода. Потому что было очень много информации. И чтобы она не ушла, нужно ее зафиксировать. Три вывода. Пожалуйста, три вывода в комментариях. Удачи, успехов, пока. Удачи.